Встали все молиться! Господи, помилуй, Господи, благослови. Благослови, Господи, занятие наше по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, нам всегда пребывать с Тобой. Всегда чувствовать эту силу и благодать, которую Ты даруешь. Искренно верующим в Тебя в воскресенье, в смерть, которую Ты свою кровь, пролитую на кресте, которую даровал Ты. Кто разговаривает, не могу понять. Которую Ты, Господи, пролил за нас грешной недостойной работой. Слава Тебе, Творец, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Все уже сделали, где-то еще разговаривали, а то разговаривали. Как Брестская крепость. Так, подождите, вот это не надо делать. Дай-ка, отодвинь. Игорь, положи, пожалуйста. Вот, а то она упадет здесь. Как он начинает. Там знаешь где, да? Послание к Ефесянам 2.5. И нас, мертвых по преступлениям, оживотворил за Христом, благодатью выспасены. Полкование. Здесь окончание прежде начатой мысли, а прочее все вставка. Опять Христос посредник, а дело достойно доверия. Ибо если начаток, первенец, жив, то и мы живы. Так, как Бог оживотворил его и нас, его Христа, в действии, а нас в силе теперь. А немного после и в действии. Вот необычайное величие силы его. Именно, что он, мертвых, сынов гнева, оживотворил в этом уповании нашего звания. С глубоким душевным потрясением он высказал это, изумляясь неизреченному дару Божию. Ибо не трудом и не собственными делами, говорит, вы спасены, но только благодатью. Ибо что касается дел, вы достойны были наказания и гнева. Есть какие-то мысли у кого-то? Не стоит заняться. Дальше, 2, 6. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Говорите. Стань спящий, воскресни из мертвых и освети тебя Христос. Опять же, так говорит апостол Павел. Здесь он, эта мысль продолжается. Спящий человек, кажется, спит. Но дальше написано. Воскресни из мертвых. То есть, этот сон для него, как смерть. А что за сон? Это сон духовный. Он не хочет духовно просыпаться. Поэтому остается мертвецом. Вот тут на занятиях, брат, подняли вопрос. Может ли причастие человека освободить, ну как говорят, попалить смертные грехи человека? И что Дух Святой, когда человек причащается со смертным грехом, он попаляется этот грех. И можно опять человеку встать на тропу Христову и идти продолжать дальше. Дух Святой тут же присутствует. Так вот, скажем, что пока ты мертвец, Господь не оживил тебя духом своим, то есть новой жизнью, которая принимается в водах крещения. Кстати, об этом сегодня как раз и все проповеди были. То ты не можешь быть живым. Тебя не могут сказать. А Игнатий Тихонович еще берет местописание от псалмы Давида. И там написано, Давид говорит, Господи, как скот был я пред тобою, не знал тебя. То есть не просто мертвый, а еще ты как скотина мертвая. То есть скотина это, у которой нет мозгов. А откуда это мы берем? Написано в 52-13 псалме. Безумный сказал, нет в сердце Бога его. И сказал безумный в сердце Соним, нет Бога. И пока они не примут Бога, будут мертвецами все. Не надо там что-то набрасывать, какие-то уды там, вытащить эту благодать из причастия, из прекрасных батюшек, которых все уважают. Из служителей алтаря там на длинных богослужениях. Ничего этого не будет. Можно продолжать дальше. Игорь, на тему книга Откровения, 20 глава, даже 21 глава. Учение православной церкви, у нас есть две смерти и два воскресения. И вот учение о тысячелетнем царстве, что вот в 20 главе написано. «И увидел я ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей. Он взял дракона из змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет. И низверк его в бездну и заключил его, и положил над ним печать, дабы не причал уже народы, доколе не окончится тысяча лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». Вот этот эпизод, ну скажем, неправославный, толкует по-своему. А как толковать его должны православные, брат, ты сможешь толковать, ну, разъяснить это место? Или я его разъясню? Тысячелет. Тысячелетнее царствие. И вот как раз вот этот скифт «Нас мертвых по преступлению» имеет прямое отношение к объяснению вот этого эпизода. Да. Ну, да расскажите вы это. Ну, я предложил брату, вот через руку, ты сможешь? Я только что наговорился, давай поговорим. Ты сможешь объяснить? Через руку я к тебе разъясню. Ну, смогу. Рассказывай, брат, спасти. «Мертвых по преступлениям». То есть человек был мертв духовно. Ему нужно при нашей жизни воскреснуть духовно. Блажен тот человек, который принимает участие в воскресении первом. Смерть вторая, на ним не будет уже иметь власти. Вторая смерть – это «и будут грошены боязливых же и неверных и скверных убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серую». Это смерть вторая. А тогда, где смерть первая была, вот это смерть первая. Нас мертвым по преступлениям оживил во Христе. И ты должен… Это смерть первая. Так. Живко. Нет? Просто он куда-то ужас. Человек, родившийся, уже рождается мертвым духовно. То есть, первородный грех Адама и Евы. Ну и грех ведет… Смертный грех ведет к смерти, к смерти духовной. И телесной. Телесная смерть, она… Да, она следствие духовной смерти. Это первая смерть у нас. То есть, когда Бог сказал, в тот же день смертью умрешь Адаму, он же в тот день не умер. Так что, уходит, Бог солгал? Нет, он не солгал. В этот же день Адам стал смертным. То есть, он умер духовно, а смерть телесная – это как следствие духовной смерти. То есть, он перестал быть вечным. «Нас мертвых по преступлениям» – это речь идет о первой смерти. Мы в этой смерти Адамовой пребываем. «Нас мертвых по преступлениям» – оживотворим во Христе. То есть, это первое воскресенье. А второе будет воскресенье всеобщее. Так, я понял? Да, да. А смерть вторая тогда – это всеобщее воскресенье для ада. А смерть первая… Не всеобщее воскресенье, а наказание для смерти вторая. Но оно и воскресенье будет, потому что мертвый, как он будет мучиться? Он воскресенье для того, чтобы мучиться. Да, это воскресенье будет, и сразу в ад, и как, вы помните, будут исхищены как бы из огня, так а что, там какое-то не спасутся, грешники, нет, они спасутся от смерти вечной, то есть они... А что будет, пожалуйста, это уже проверено. Я тебе же сказал, сюда. Ты там косишься. Потише. У вас большие антракты молчания. Замечание делать, конкретно по тексту. И дети. А остальное там кровь. Да, разбираем мертвым по преступлениям. А же творил Христос. Где какая смерть первая, где вторая смерть, и в чем же творил Христос, в какой смерть. Да нам гадать даже не надо. Тут рассуждения очень простые. Господь впервые слово смерть произносит где? В раю. Смертью умрешь. Ну и теперь дальше второй вопрос. Где это... Тут само за собой идет, не надо толковать или никаких. Если Господь сказал, дерево вкусишь, смертью умрешь. Адам вкусил? Ну дальше это не Бог был, который говорил. А если Бог был, слово его не приложено, значит он умер. А как умер? Когда 950 лет еще жил. Умер. Бог сказал, в день, в который вкусишь, умрешь. А ныне, ныне дарует спасение. Почему? Иоанн Златоусский говорит, дьявол три зубья с три рожка ударил и погубил человека. Как дева, на небо было в раю. Древо и смерть Адама. В Адаме все умирают. А во Христе все оживут. Христос вырвал у нее и ударил Деву Мария, древо Креста и смерть Христа. Второй Адам. Толковать вообще нечего. Значит, первая смерть. От нее первое воскресенье должно быть. Где сын мой был мертвый, а жил. Понятно, что не мертвый был, он был очень активный. Умеет растратить такое имение. И нуждаться, и цепляться так за жизнь, когда свинья даже неприятная еврея была. А тут пойти пасти свиней, и не только пасти, а что от свиней оставалось-то мимо корыто. Ниже некуда падать было. Он мертвый был. И отец говорит, сын мой был мертвым. В какой смерти мертвый? Духовный. В раю так. Два пятки официаном считаем. И нас мертвым по преступлениям уже отворил. Смерть и первое воскресенье. Тут даже, ну как может быть второе воскресенье, когда первого не было? Первая смерть где? Духовная. А от нее первое воскресенье духовное. Тут вообще не надо ничего рассуждать. Просто считай Библию святую, и все. А когда? А когда тысячи лет не наступит? А когда свяжется? А то он связал на тысячу лет? Связал? Значит, слово связал надо посмотреть. Где он связан? А как он связал, то и тысячу лет началось. На кресте. Два четырнадцать к евреям. И как дети причастны плоти и крови, то и он. Воспринял он и Христос, а Деву Марию. Добыть смертью своею. Лишить силы, имеющую державу смерти, запятая. То есть дьявола. Лишить силы, то есть он ее связал. Откуда известно? Девятнадцать это считаемое у Матфея. Он говорит как? Как может кто, говорит, войти сильный, если прежде его не свяжет? Как расхитить сосуды его может? А он, Христос, сходил к преисподним? Сходил. Как он мог взять, если он не связал его, владыка? А кто? Державу смерти имеет. Дьявол. Это князь смерти. И все становится понятным. Это вообще ничего не надо толковать. Надо только читать и думать, как покориться воле Божией. Значит, Христос его связал. Значит, тысячелетнее старство началось на кресте. Тысячелетнее. А как же так? Блажен и святым. И был божен, кто уверен во Христа. Понимаешь, насколько все открыто. И когда начинает что-то там шевелить, говорит, я вот думал, думать не надо. Надо верить. Христос нигде не говорит, думайте. Это мы говорим, что-то непорядное. Ну, думай, думай, как ногу вытащить. Так, ты сегодня сказала, какая посещаемость была? 1224. 1800 я сейчас посмотрел. Ну, это я три недели. Популярный ролик-то сделал. Мне-то это не важно. Но главное, что люди считают. Для нашего сайта, это, ну... Я только на этом сайте. Самая большая посещаемость была, когда Левиафан фильм был. Там 160, кажется, тысяч. Ну, за счет чужого Левиафана, говорит, и наш Левиафан маленько подскочил. Там собака на дороге. Вот это много. Собака задавленная где? Посещаемость больше, чем к самому кинологу. Люди ищут такое, чтобы... Ну, сегодня будет опять. Лик патриархии, я написал уже. Завтра утром будет ставить этот ролик. Своим скажи, смотрите. Не утром. Ну да, к утру скажем, чтобы уже я постараюсь. Вот и все. Смерть первая, вторая смерть телом умер. И тело это воскреснет. Притом вместе одно. Нет. Вот отдельно праведники воскреснут, потом на тысячу лет. Ну, мы вышли из баптистского собрания. И там Кропки был такой. Проповедовал. Ну, проповедник слабенький такой. Я говорю, вот написано. Плевелы и пшеница растут вместе до жатвы. Жатва кончина века. Вот это что, поле, говорит, есть мир на поле. Он говорит, ну, я и говорю, что церковь. Я говорю, поле, есть мир. Мы всегда так и учим, что церковь. Я говорю, мир, считай, поле есть. Поле есть мир. Ну, мы говорим, что церковь. А нельзя сдвинуть уже все. Во-первых, ты не в церкви. Тебе не надо знать о церкви-то ничего. А раз ты... Ну, зачем мне знать сейчас Эльдорадо, когда там никогда не буду? Зачем мне знать, где золото добывается, когда я никогда не буду, не отличу я глыбу от золота. Не рассуждать об этом не надо. Здесь конкретно. Он его связал на тысячу лет. А он сейчас как? Связанный. Связанный. Да как где он связан? Если ты говоришь не связанный, то Христос был не Христос, а обманщик. Ты понимаешь, что за этим есть? А почему? Первое послание Иоанна. Запиши. Третья глава, восьмой стих. Для того явился Сын Божий, запятая, чтобы разрушить дело дьявола. Разрушил или нет? Нет, если он не разрушил, то это был не Христос. Ты понимаешь, куда идёт рассуждение-то? Не надо ничего толковать. Вообще толковать или не нужно на данности? Разрушил или не разрушил? Разрушил. Христос есть Царство Небесное. Написано, приблизилось Царство. Какое? Христос. Где Царь, там и Царство. Он есть Царство. Приблизилось Царство Небесное, то есть Христос сошёл на землю. Тут уже надо маленько разъяснять. А остальное-то и так понятно. Я говорю, вместе плевелы и жатвы. Вот сектанты, баптисты, они говорят, сначала Бог соберёт пшеницу, и тысячу лет будем царствовать на земле. Все сектанты так понимают. Ну а потом опять битва будет, а потом уже Бог общий воскресит. Я говорю, откуда вы взяли? Писание написано. Блаженности Атрища, имеющие участие в воскресении первом. 20 глава, 4-й, 5-й стих, Откровение. Согласен. Согласен. Но теперь вопрос встречный. А почему Христос не учил о тысячелетном царстве? Если оно так важно. Почему? Ну хотя бы один раз в Библии было упомянуто. Вообще нету. А книга, Откровение, духовная книга, она понимается духовно. Не надо понимать, что это, ну буквально там, четыре животных каких-то. Когда в церкви рисуют четыре животных, ну показано там Лука, напротив него бык, волк. А почему? Потому что он писал о жертвоприношении. Принесли жертву за Христа. Иоанн говорит так, то возвышенно, как орел. А Марк пишет кремлинам, значит, рядом лев картина. А Матвей пишет о человеческом, о родословной Христа, рядом с человеком. В Покровском соборе, посмотрите, четыре животных, которые видел Евангелист в Откровении, они показаны рядом с людьми. Там Ирине и Леонске, все так понимали. Тут надо толкование. Толкование святых отцов. А первое, второе воскресенье не надо. Да как, как тысячу лет? Уже две тысячи лет, уже две тысячи означает много. В Писании. И под отпут, ребят, тысячи. А выходит, если тысяча один враг, то уже не победит. И десять тысяч. Тма одеснует тебе. Тма, тма это десять тысяч. Тма, тма. Вот и все. Некоторые не знают, может быть, как это пишется. У славян писал. Смотрите, вот это вот, карандашик какой-то слабенький. Можно взять у тебя? Ну, спаси Христос. Двое-ка. Вот смотрите. Вот это вот буква А, по-славянски. Это один. Ну, примерно сказать. Ну, вот она, как пишется. Это один. А если вот так вот пишется А, и рядом вот так вот крестик. Это означает тысяча. Тысяча. Ну, что-то слабая вышка пишет. Мне не понравилось. Вот. Крестик, смотрите. Вот так вот, бокалобуква А. Это означает, это буква А, так я написал. Вот она. Это тысяча. Это тысяча. А если вот так же буква А написана, и вот так вот окруженная, это означает ТМА. ТМА. Десять тысяч. Цифра-то не писалась. Вот она, десять тысяч. А если вот так вот стоит такая же А, и вокруг вот такими вот, ну, как запятушки, это как запятыми вокруг, это легион. Это уже сто тысяч. Это знаки так изображаются. В церковных книгах там, например, М, буква сорок, ага, М, сорок. Подпишем, это сороковая страница. А, Мария. Мария, это единица. Р, Мария, это сто. И десятичный, десять. И Мария, допустим, ну, опять. И вот начинает считать, сколько здесь есть. И вот так вот насчитывается 666. Ну, стык, сложим вместе-то по именам-то. Я когда сидел в камере, он сидел со мной вместе, на два камера академиков. За паровоз зашел, там первых секретарей судили, туда посадили. И преподаватель той группы космонавтов. Вот голова. Книги примерно по 340 страниц. Вот это, а то он считал за день, две книжки. Я его решил проверить. Я открываю, где он почти цитирует. Я ему говорю, ну-ка давай, Анатолий Максимович, вот, Лозин, фамилия его, Лозин, преподаватель той группы космонавтов. Я говорю, а вот 666 это буквы сложить. Но имя может быть из двух. Я ему взял все, которые есть, выписали. Из Матфея родословного, из Луки. Выписал, какие имена есть. Он все записал. И вот так лежит на нижней кровати, это шконка называется. А вверху это прилепил, вот так вот. Вот крутит, крутит. Так, нашел, щелкнул у него. Мне показалось. Я считал так, все деки, плюс дают 666. Он следующее начинает там. Иван, и крутил, крутил, крутил эти тысячи цифр у себя. И, наконец, Испиридон, тоже, я гляжу, 666. И когда он все перемолотил, в уме, в уме, эту бумажку бросил, а на нее кто-то наступил. След остался. Так я эту бумажку у себя вшил в архив. Вот кто рассказал мне про Туполева, про всех космонавтов. Последние слова этого. У Гагарина были матерок. На букву П. Все кончилось твое, Юрка. Отходил. И говорил о Туполе, какой он верующий, какой он воздержанный. О Королеве говорил. Ни одну бабенку мимо не пропускал. А сейчас об этом везде пишут. Я из первых уст слышал. Вот мы в камере сидим, сказать надо профессионалам. К слову, прости. Самолет летит. Это летит он с севера, с запада летит. Так. Это летит военный самолет, четырехмоторный. Внутри камеры сидит, он высчитал его. Какая скорость? Да скорость у него небольшая, там 800 что ли километров. И куда он летит? Это сказать трудно. Но база военная одна вот в этом районе, другая здесь. Значит, на эту базу летит. Половину пути он уже пролетел. Он никуда не выходит. Это я считал Абеля, когда арестовали здесь. Лучший шпион был в Америке. И повезли его с завязанными глазами. И чуть-чуть повязка. И он сразу определил, где летят, в какой город. Хотели тайно, чтобы он был. Вот таким надо быть профессионалом в священном писании. Я вот к чему говорю. Есть такой фильм «Профессионал». Французский. Вот так надо знать. Чтобы никакого спора не было. Сказал, а он не согласен. Отойди. Я нашел ответ. Он не прописан там. Ему это не входит. И иногда говорят, я даже упрекаю людей. Подходят ко мне и говорят. А я в интернете вот нашел про вас написанное. Я говорю «Ты поверил?» Да нет, не поверил. Но просто хочу вас уведомить. А зачем уведомлять, если не поверил? Поверил, ты меня хотел предупредить. Ну, Валенька как-то засомневался. Так, засомневался. Ты меня знаешь и засомневался. Отсюда я тебя спрошу теперь. А ты молился? Если ты не молился, у тебя связи с Богом нет. Там нет даже миллионной доли правды. Миллионной. Это не мои слова. Это слова, которые кто-то там послал. Даже не православный. А те еретические. А я поместил. Почему? Потому что газета. Я не обязан отвечать за это. Я говорю «Анафема». Решила об анафеме. Еретики православных проклинают. А те их. Я для этого поместил присланный нематериал. А-а-а. Игнатий. Ой. Игнатий против икон. Это иконоборческий собор. И Муанапем. На меня прямо спустились. Как это особенно, которое как-то называется не сенсорский отдел, а миссионерский отдел. Это самые лютые. Стражи православия. То есть губители его. Как они набросились. Я был в Новосибирске. Мы на дому у одного священника. Трое учились на священника. Я, отец Аким и Павел. И мы прошли полный курс семинария у него на дому. Отец Александр Пивоваров. Божий милостю проповедник. Кандидат богословских наук. А у него брат, он сейчас в академгородке, Борис. Наверное, магистр богословия. Очень грамотный. Он содействовал прославлению, канонизации Архимандрита Макария Алтайского. Он много работает. Я однажды... Глупость мужицкая-то. Я к нему... Возьми, скажи, знаешь, что он родной брат отца Александра. Я говорю, отец Борис, вот женщина-то заходит на сибирский. Ну, маленько-то, ну, надо учить-то их. Вот придут и идут вдоль стенок. И целуют, и целуют. И что целуют? Тут змей нарисован-то. Садик-то, Георгий-то. Она на коне сидит. Она до коня-то не достает. А змей-то достал ее. Целует его в голову. Ну, можешь же сказать-то. Хоть немножко-то. Я не так говорил. А тихо. Я хорошо слышал. Потихоньку ему. Он ничего не сказал, отошел. И что он думает, 96 страниц текста против меня написал. Игнатий, иконоборец. Но печатать тогда было очень трудно. Но надо было, видимо, раз он протоиерей, он поет отлично. Он там вообще. Он пошел. Тогда был Докукин, архиепископ Гидеон. А мы с ним несчетное число раз встречались. Там часами беседовали. И он ему представил материалы. Игнатий, иконоборец. Он посмотрел. Говорит. Отец, ты не делом занимаешься. А это означает, печати моей там не будет. А я про это услышал. Отцу Александру говорю, пойдем к отцу Борису. А он выходит. Я не знаю, в чем он такой был. Раздетый, халатик там распахивается. Как-то сразу. Одно дело, он в форме там. А тут лежу, как голубенок новенький. Поговорили с ним. И он ни слова не говоря. При нас этот трактат свой, трактат. Стажу изорвал, печку зажег и сжег. И больше нигде не было. Иконоборец. Это так, здорово выискивать врагов. А на мне, какие звезды получали, когда у меня два отдела работали, КГБ. Майор Беденко Александр Семенович. Стал генерал-майором в охране этого, Бориса Николаевича Ельцина. Какие звезды из-за меня получили. И когда на меня бросаются вот эти, ну, которые чем-то недовольны-то. А они все заботятся о себе, а не о мне. Материал перед глазами. Тут в семинарии пишут дипломную работу Игнатия Латкина. Куда не везде, там защищают. Лучше, там, в премии получают фотографии. Все на нас. За нас вот сколько молитвенников-то на земле. То есть в карьерном росте лучше нас никого нет, кто толкачен для них. Они сейчас на мне, но только бы не кончилась тема. Это быстро. А то они ступеньки две пройдут, а демейрала могут не дотянуть. Там надо что-то еще найти. Иконоборец это уже прошло. Что я седьмой Вселенский Собор отвергаю, а еретиков принимаю, прошло уже вовсю. Пошли. Шестой стих. Пацанин сказал? Вполне. Вот так и считают. А то мне больше начинает нравиться, как Кубков считал. Четко, ясно, твердо. Но попросили тебя. Пожалуйста, оправдай доверие, мат. Трудящийся народа. И воскресил с ним и посадил на небесах во Христе Иисусе. Толкование. Как потому, что начаток и глава Христос, говорю, воскрешен, и нас через него Бог воскресил. Точно таким же образом, если глава сидит, сидит вместе и все тело. Посему говорит во Христе Иисусе, то есть потому, что Он восседает, и мы восседаем. Или же воскресил с ним, должно понимать не в воскрешении, но об оживотворении через крещение. Как же после этого посадил, если терпим, говорит, с ним царствовать будем? Второй Тимофе 2.12. Христос говорит, сядете на 12 престолах и в другом месте, и дать сесть у меня по правую сторону и по левую, не от меня зависит, но кому уготовано? Марка 10.40. Итак, это уже уготовано. Они столковались. Это уготовано. На небесах сидим, с облаков ноги свесили. Только бы кто не издернул оттуда. Так, Матфея, 26 глава. Вот посмотри, у тебя там этого нету. Ну, может быть, найдешь. Матфея есть, нет? Нет. Нет, это первый тонень, да? Полкование надо ведь. Да ну, неплохо бы открыть. Вот 26 глава, тут много говорят о причастии, факутно сказать. Вот смотри. Вот с 19 стиха она, прочитай. 26, Матфея, 26, 26. 26, 26? Да, получается так. Вот послушайте внимательно. Толковать еще не будем, только прочитаем. И когда они ели, Иисус взял хлеб, и благословив, преломил, и раздавая ученикам, сказал, примите, едите, сие есть тело мое. Все. С какой целью, неизвестно. Возьмите, едите, и дальше читай. Слушай. И взяв чашу, и благодарив, подал им, и сказал, пейте из нее все, ибо сей есть кровь моя нового завета, за многих изливаемое во оставление грехов. Не причастие. Причастие выпиваемое, а это изливаемое. Где же в церкви-то? В алтаре разве изливается из чаши-то? Если священник случайно сплеснет, он обязан, согласно нормам, там написано, у Симеона Солунского, он обязан встать на колени и залезать языком. Потом тщательно это выжигается. Выжигается. Какие-то там еще дальше. Вот как. А тут изливаемое, что он должен быть из чаши? Вещь идет о Голгофе, конечно. Это все переместили в чашу. Этого нету нигде. Притом вот это изливаемое, написанное у четырех евангелистов. Четыре свидетеля минимум уже у нас. Мы знаем, автор-то Дух Святой. Изливаемое во оставление грехов, а не выпиваемое во оставление грехов-то. Да хочу тогда причастие не дает прощения грехов. Я не об этом говорю, не написано. Не надо мне это приписывать, слова эти. Нигде этого не написано. А где? И открестится каждый из вас во оставление грехов. Тут прямо написано. Что ты медлежишь? Пристань крестись, а мой грехи и твои 22-16 деяния. 2-38 деяния. Во оставление грехов, да, придумали монахи, а монашество принимаешь, это как второе крещение. Слово второе крещение вообще отсутствует. То есть, понимаете, какие труженики у сатаны, чтобы слово Божие избратить. Ведь, а кто? Он лжец, отец лжи. Не прибавляй к словам его, чтобы он не облечил тебя, ты не стал лжецом, не оказался. Прича Соломана, 30 глава, 5-6 стих. Чудные дела, Господи. Господь говорит, если кто добавит даже в пророческой книге откровения, наложить язвы, которые тут написаны, все. А которые отнимут, участие в книге жизни отнимут. Да хочу, не прощайте. А прощения нет. Написано, говорит, что жизни не будет у тебя. Жизни. А где-то, 6 глава Евангелия от Иоанна. Прочитай. 6 глава. Послушайте. Это единственное место, где говорит, с какой целью мы причащаемся. Стих какой? 56, наверное. Крещение как факт. Вода. И невидимые грехи смываются. Их нету. Почему священник так долго читает молитву, а священие, вот естество, естество, вот. И как-то смывается. И там нечистая сила. Когда читает и бес, который в бане, бес полуденный, бес гнойный, бес морозный. Все перечисляет. У них специальность большая. У них там такая аранжировка у демонов. Сильный бес. Игорь нашел. Господь говорит, бес глухой и немой, выйди из него. Дальше. Это 53 стих Иоанна, 54 еще. Иисус уже сказал им. Истинно, истинно говорю вам. Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Идет дальше. Едущий Мою плоти, пьющий Мою кровь, имеет жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день. Ни о прощении ни одного слова нету в Библии. Нету. Ну а здесь говорится жизнь. Жизнь, то есть какая? На высоте. В Духе Святом. А это означает, не будешь грешить. Почему, говорит, таким не прикасается демон? В первом послании Иоанна написано, кто рожден от Бога, не грешит. Священники как огнем боятся этих слов. Я говорю, ну написано, ну как же мы грешны? Я говорю, написано, объяснит этот стих. Он не слышит, как он десектантом о тысячелетнем царстве, замкнутая. Я говорю, написано, не грешит. Объясни мне этот стих. Не может. Я снова, пятый, десятый раз, ну ты не знаешь. Знаешь, что грешат. Ну объясни, да еще он написал. Ну как это можно было написать? Вот так и говорит. Ты не веришь. А дальше. И лукавый не прикасается к нему. А почему? Потому что ты огнедышащий, когда ты причащаешься. Огнедышащий. Священник тебя простил, разрешил властью данного. Вот тут прощаются грехи, покаяния. А в крещении это закрепляется, и ты оживотворящим духом теперь как огонь пылаешь. Причастие. А? Причастие. Причастие. Вот так. Ну так не будет, говорит. Они не будут, потому что Ивангелие-то в стороне осталось. Пусть будет так, как есть. Мы не бунтуем против этого. Но не надо настаивать на этом. Я вот о чем говорю. Если причастился, значит тебе сила. А те, которые каждый день готовы причащаться, это означает, в них силы-то нет. Они думают, а я еще раз подключусь к главному генератору-то. Маленько у меня искра будет, еще нету. И чем заканчивается объяснование? Когда я говорю об этом, в ужас приходят. Как? Да это не я говорю. Он болеет. И он умирает. Это Павел дальше говорит, кто недостойно без рассуждения о теле Господнем. О теле, не о чаше, а о теле, которое на Голгофском кресте висело. Это за меня умирал. Это я должен на кресте. Православу это не вдолблено. Сектант любой это значит. Подожди, я закончу. Вот какая мысль-то должна быть заложена. И тогда, если ты часто причащаешься, то тебе что, ослабевает сила причастия через неделю уже все, кончилось? Почему я за то, что иные причащаются раз в два года? Ему хватает этой силы. Я за то, чтобы причащались каждый день. Я голосую. Но достойно. Ян Затаус говорит, не частое, не редкое, не поощряем. А только достоинство. А какие каноны вычитывать об этом написанном? Так еще каждый день вычитывать. Ну, по-другому не могли, видимо, составить этих правил. Народ ничего не знает. Да хоть каноны заставить, Богородицы просчитать. Но все считать умели. Не умели. Тоже заменили. Канон Богородицы это 300 поклонов. Канон Ангела-Ухранителя 280, я к примеру говорю. Вот столько-то. А поклоны тут уж любой может. Земной или поясной. Вот и все. Теперь смотри, руководитель. Сергей Павлович, говорите. Вот бытует мнение, что отлучение от причастия придумали монахи. И раньше этого отлучения не было. И было все нормально. Каждый день причащались. Надо к этому истоку вернуться. Отвечаем. Монахи. Действительно монахи придумали. На основании опыта, который видели они. И поэтому все 719 действующих правил направлены на то, чтобы не допустить до причастия негодового. Сделала обоих 10 лет за дверями. И было правильно. Да, решительно правильно. И об этом кто говорит? Ныне канонизированный Серафим Щичагов. Об этой общей эскорде. Это 8-й тонн настольной книги священнослужителя. Правильно. Потому что изменилось уже многое. Когда был до 30 лет нельзя в священнике. В 20 лет епископа ставили. Патриархии-то 20-летних епископов нет. Почему? Правила не было и закона не было. Закона обратной силы не имеют. Они поступили правильно. Вот вчера рукоположили, ему 20 лет епископ. А вот сегодня правило 6-й Вселенский Собор принял. Теперь нарушение канона. Его надо извергать. Вот какие, брат, дела-то. Если бы Хрущев, сталинский культ, вышел, вот так вот сказал, он бы из зала уже не вышел. Его по кусочку растерзали бы. А теперь закон другой. Теперь все. Культ личности. Долой из могилы, долой памятники валить. Надо же маленько-то разбираться в обстановке. Какой стал человек? Хлынула масса. Это стало выгодно быть христианином. И церковь... Они не знали, что делать-то. Проповедей-то не было. Рождения свыше не было. Тогда давай вот эти правила. Ну хоть кто-то считает, что не видит, что не считает. И сегодня священники говорят, если считать правила, вообще ни одного не будет. Я говорю, ну оглашенный означает, священник стал. Говорит, я первый выхожу, я не священник. Вот это я понимаю. Игумен вышел, я проповедовал. Игумен с настоятельным дверям говорит, а мы не христиане даже еще. Мы только говорили, показывали друг на друга, чтобы перед нами кланялись. Вот какое Бог дает покаяние мне, не миссионеру никакому, никто. Вот маленькой. Подошел к нему с пылинкой. И этого было достаточно, чтобы двое сразу сказали, мы даже и не верующие. Я уж называл меня раз в фамилии и прочее. Игорь. Для справки, для справки, чтобы не было споров. Современная концепция московской патриархии. Были споры. Часто причащаться, не часто. И то, и другое. Вот прям ввели пунктом, что и то, и другое действительно. То есть, где группы людей, которые хотят причащаться часто, причащаются часто. Кто не часто, тот не часто. Ну а там уже выбирайте. То есть, это современная концепция московской патриархии. У меня в этом дело-то готовности-то нет. Люди не знают о теле Христовом рассуждать-то. Многие больные немало умирают. Не от того, что не причащаются, а что причащаются недостойно. Спрашиваются, на Русь пришло христианство оттуда. Они дали то, что было в Греции, да, а как дали? Четыре раза в год. Это уже пришло оттуда. Оттуда пришло. И в России, как у старообрядцев, четыре раза в год. А то они сохранили, так как от времен князя Владимира. И никогда по-другому не было. Вообще никогда не было. И все 719 правил направлены не к тому, чтобы чаще причащайтесь, а к тому, что отлучаются от причастия. Он колдун. Кашпировский крещённый. Но он решил причаститься. И узнает, да ты и есть Кашпировский, Анатолий. Так, на 18 лет правил направлены. Все, на 18 лет давай, пёс смердящий. Облепился бесами, пришёл сюда. Батюшки там, которые лечились, лечились у него, заряжали у чемуха, эти, графины свои. На 5 лет отлучается. Никто эти правила не отменял. С бесами, любезные наши батюшки, святые отцы знали, с бесами. Многие лечились. А некоторые даже, а я его знаю, он у меня обедал даже. На 2 года за это отлучается. На 2. Правила эти никто не отменял. Это святые отцы трубы Духа Святого. 6-й Северный Собор 2-е правило гласит. Концепция. Не надо никаких концепций. Правила исполняйте. Они ничего нового не сказали. Это Златоуст сказал. Теперь концепция. Да это-то они сказали на 1500 лет позднее Златоуста. Надо идти. А вот сегодня, если бы вели так исповедовать, кто приходит и так, мы не можем исповедовать того, кто будет брошен в огонь вечный. А почему я должен? И чем я хуже других? Я спрашиваю, ты ходил на благовестие? Я? Да я не поп. Ну ты не поп, правильно, не протопоп. А ты знаешь, что если ты не благовест стал, у тебя вера Таису, конечно, есть. А ты другому передал, умножил. Ну кому надо, тот уверует, тот из нас. Ну вот за это ты отвечаешься. В канон надо вести. И отучаешься не меньше, чем минимум два года. За два года ничего не представил, еще на два года. Как за пьянку. Выпивал два года, это канон есть. Не поститься два года. Я считаю, сюда надо вести вот это вот. Это было упущение. Не упущение, а полное отречение от благовестия. И поэтому православие пришло полному краху везде во всем мире. Тут и 453 год Византия, тут 1917 Россия. Ни одна религия в мире на земном шаре не терпела такого краха, как православие. Почему? Потому что одна обрядность. Живого Бога нет, помощи нет. И поэтому Сталин, семинарист. Каганович, семинарист. Евзоров, семинарист. Да и Гитлер в садковном хоре пел, оказывается. Сейчас планируется всеправославный вселенский собор. Кто-то говорит, это восьмой, кто-то не восьмой, кто-то вселенский, кто-то всеправославный. Я использую все термины, чтобы всех удовлетворить постараться. Но какой-то большой собор. Все православные. Все православные, да? Это не вселенный. А нужен ли вселенский собор? Не знаю. Но я знаю, что общение всегда полезно. Но главное сегодня противники это, а может быть и защитники, монахи. Правила вырабатываться там будут церковные какие-то? Правила. Дорогой мой брат, не знаю. Это не моя профессия. Моя профессия та, чтобы свидетельствовать о Христе. Идите проповедать Евангелие. Я этим занимаюсь. У меня знаний-то никаких нет, семинарских-то. И это мое преимущество. Никто не отрезал мне по частям мой мозг. Я все время прислушаюсь, что Бог скажет. Вы слышали сегодня? Я встал и сказал батюшку, а как ты узнал, что я об алтаре об этом молился? Вы думаете, что я с батюшкой договорился? А теперь я выказываюсь, я в пророк какого-то. Батюшка, ну по лицу его видно, что он не лукавый. Он прямо сказал. А я только об этом хотел сказать. Одинаково, это дух Божий делает так. Если на городском кладбище тебя никто не будет знать. А ты не найдешь там, а в Потеряевке и панихиды, и дочь твоя там, и внуки, и родственники. Все будут. Как это полезно. В Потеряевке. Ты тоже сделай завещание на Потеряевку. Всем говорю, в Потеряевке самые дешевые похороны. У меня там дочери. Никогда не надо, чтобы обивали гроб или что-то, стружек наложили, как Сталину под бок и все. Знаете, как интересно. Вот ты сказал концепция. Забудь это слово. Аналог. Вот уже тебя набивает помаленьку семинария. Я тебе, Игорь, иногда буду напоминать, каким ты был и что с тобой они сделали. Каким ты и остался. Меня упрекает, что вы не учились в семинарии, поэтому вы завидуете, которые степени имеют. Я им завидую. Тут уже не пупеть, а попеть надо. Я им завидую. Ужас какой. В какой грех меня вталкивают. Помните, как распахнул он? У него красная тут такие ордена. Это вот она с кем, вот она с кем погибла. А вот сейчас показывает. Интересно, смотри. Показывает сейчас в интернете, Путин-то собрал День Победы-то. И там какие-то старички такие сидят, и грудь во всех орденах. Какие люди у нас в стране есть? А они их все знают. Вначале фотографируют, всех нашли. И вот ей пришли, она герой Советского Союза. А теперь на другой уже, когда День Победы, у нее герой труда. И с ней говорят, а где вы получили эту звезду героя? Все-то заснято. Но она начинает, видимо, ее предупредили. И отвечает так, я вытаскивала раненых. А разве за это давали героя? Давали. Ну а назовите кого, я не знаю. А почему вам дали? Так я Чуйкова вытащил, а Чуйкова никогда не был там. А потом ее спрашивают, а вот это уже, значит, она тут, все эти ординаты наклеены на костюме у нее, бабка-то. Она схватила и пошла. И не спрашивать, и ничего отмечать не буду. Все это снимают. И когда узнали, то она с 36-го года рождения. К концу войны ей было только 9 лет. Самое главное это. 9 лет, и она раненых вытаскивала. Гитлеру там показала кулак. Другой стоит. Стоит такая представительная фуражка, как Туля эта немецкая была такая. Маршал. Огромная звезда. И у него интервью берут. Скажите, у нас маршала мы знали, всех там, Коня, Баграмян. Сейчас только остался один у нас, Язов, маршал-то. А как вы? Дотяжная пенсия. А где вы были маршал? А тайная НКВД. Тайная НКВД? Сразу раз справки. Кто НКВД был? В это время Андропов и говорит. Андропова было всего только 3 генерал-майора. Всего. А маршала вообще никогда не было. А ему говорят, да вот у вас листья-то такие, дубовые. Они должны быть золотистого света. Это у вас просто желтая. Он даже не знает, кто ему это давал. Написано псевдо-военная там, псевдо-награда. И разобрали. Вот один стоит такой, согнулся. Мне, говорит, сказали ехать. А потом почему-то отменили. А на место его бабка вот эта. Вот у нас это псевдо-православные такие. Они с орденами какие-то стоят. С красным подбоем. Так показывает, подходит один товарищ капитан. Почему мне этого не дали? Этому дали, дали. Товарищ старший лейтенант. Будет это дело. То есть они по воинскому званию знают, кто в каком отделе работает. Пятый отдел. Это может быть. Показывают просто так. Они не такие. Да дай бог, чтобы не такие были. Не понял о чем? Считай. Можно? Игнатий Тихонович, я вот лет 25 назад, когда как раз вот в искании истины находилась и старообрядцам везде ходила. По-моему, мне в старообрядческом киоске дали книгу. По-моему, Россия перед вторым пришествием. И там как раз про Вселенский собор. Что будет в конце, кто-то предсказывал, Вселенский собор. И приедет из глубинки дед, из какой-то маленькой общины. И будет на этом соборе самые главные истины говорить. Вот так там было написано. А где написано-то? Что-то я прослушал. То ли Россия перед вторым пришествием. Вот там книга. Или еще какая-то. Но я помню, что очень давно. Митар Тарабич какой-то придет. А бабушка сказала. Приедет дед вас, то шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы понимает. Я сразу вспомнила, как Игнатих. Ладно. Наверное, Игнатих это же повезет. Все мне вину поставят, которая подыскивает. Особенно виссионерский отдел. Там дудит, дудит. Да не надо повторять. Брат, давай читать. Так, седьмой стих. Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Толкование. Чтобы кто-нибудь не усомнился в сказанном, он старается сделать речь более убедительной, говоря, если не ради любви к нам, то, по крайней мере, из желания явить свою благость непременно это исполнит. Теперь многие не верят всему. В будущем же веке все узнают, что нам Бог даровал, видя святых в неизреченной славе. Что же касается выражения во Христе и Иисусе, оно значит, не ко Христу одному относится сие, но через Него перейдет и на нас, как от начала ко всему. С ним оживем, с ним и воссядем. Так говорит великий Иоанн Златоуст в толковании на этот отрывок. А в толковании на Евангелие от Матфея говорит, что никто не воссядет тогда. Подлинно нужен дар духа и откровения, чтобы разуметь глубину этих тайн. Ибо если бы премудрый учитель Иоанн не сказал ясно, что мы будем посажены, то иной мог бы сказать, что во Христе мы уже сидим, равно как и то, что во Христе мы удостаиваемся поклонения дангелам. Ибо не мы лично удостаиваемся поклонения, но так как наше естество, соединенное с Богом Словом, приемлет поклонение, то и на нас переходит эта честь. В этом смысле и говорит теперь, что и мы воссядем. Конец толкования. Проще кто-нибудь объяснит. Вот я не знаю, как это относится к сегодняшнему времени, я поясню, конечно. Ну вот допустим, до 1000 года, когда появилось толкование блаженного фифилакта, то вот на эти слова интересная была мысль. То есть к VI веку, по Рождеству Христову уже, епископы потеряли веру в воскресение Христа. И вообще они не верили, что Христос воскреснет. И кто бы об этом знал, потихоньку жили, не тужили, службы правили, деньгу получали, все было хорошо. И в этот момент приходит парнишка, хорошо, богато одетый на рынок в этот город, и начинает покупать за такие дублоны золотые, что все удивляются. Сейчас у нас монета тоньше, туда серебро добавлено, а это чисто золотой, прям по весу, как будто он где-то клад отрыл. Начинает его допрашивать. Оказывается, он один из семи эфесских отроков, которые убежали от Деки в гонение 251 года. Спрятались в пещеру и воскресли только в 520 году. Вот так вот сели они в этой пещере, Господь как-то их завалил, там эти шарились, как раз были посланы воины. И вот они, как костенели, или что там было. И так же очистились точно. И пришли, начинают беседовать с епископами, и епископы тайно беседуют с ними. Как так? Откуда вы? И ничего сделать не могут. Почему? Золото! У них, у одного, ну очень, там, у Кукса Диан какой-то там был, у него этих золотых дублонов полный карман был. Он богатый был, и у него деньжат всегда немножко с собой было. У него горстями. Они говорят, ты вы, конечно, ограбили, тут уж понятно. И никуда деться не могут, народ тут весь повалил. Все знают, просто так не уберешь. Ну и, видать, немножко совести оставалось. И с этого момента, говорит, повернулось все. Жития святых прям пишут. Повернулось все в головах у людей. Вера воскресла. И это я почему говорю, к тому времени понятно все, а сейчас я не... Значит, если такое было, а почему бы еще раз не настигнуть этого? Но теперь нету этих семи отроков эфесских. Может быть, один отрок Барнаульский какой-нибудь там, Потеряевский, ну, я вижу. Проснется где-нибудь. Подожди, ну я что и поясняю, я говорю, пока не знаю. Но, если следовать этой концепции, то сегодня ни патриархи, какие у нас есть, ни епископы, они не верят просто в воскресение Христа, что ли? Верят они, только вера, я поясню. Не то, что не верят, признают, они признают. Но признают. Поступки говорят, что как будто бы они же постоянно будут жить здесь. Да, да. Они не умрут. Потому что человек, который готовится переселять себя в другую страну, он старается все свое сокровище скорее туда отправить, чтобы приехал там был, иначе пропадет здесь. Это означает, должно быть щедрое, милость, не судить себе за квартир, не торговать водкой, табаком, не делать то, что делают мирские люди-то. И надо помнить, какие слова ты говоришь, это все на суде Божьем станет. Вот что одобрять надо, ободрять должно быть. И по слову Божьему. Я когда читаю это, я даже представляю, которые враги там где-то, а то они вместе, когда шелудят вокруг. А если отдельно его вырвать, на остров нас сейчас послать, он все другой. Он сразу все. И что надо сказать, в Коране у мусульман, это единственное место и жития святых, которое упоминается про отроков всеми ферстских. Чем это объяснить? Он, это Богомед, видимо, такой любознательный был, и где-то кто-то ему сказал про это. Из христиан, конечно, не из иудеев. А как раз был только-только, это же 520 год, а он как раз где-то 550 ездил. Это еще свежая память была. Свежая, да, память была. Ну, написано, в последнее время они счастливятся вся вера, архиереи перестанут верить, это уже Серафим Саровский говорит. Как раз-то повторение это будет. Ну, судя по тому, как они себя ведут, там никакой веры нет. Он узнал бы, что человек верит, он бы старался его как-то выдвинуть. Ну, я иду, вот, тут Войтович-то рядом жил, с Гидионом, архиепископом. Я ему говорю, мы с ним беседуем, все. Я говорю, Владыка, как я могу быть полезен для церкви? Ну, ты же в церковь ходишь, мы идем, из храма идем, отслужили. Хожу, ну, чего тебе больше надо? То есть, это у них эталон. Ты ходишь в храм, и на этом все. Хоть тысячу талантов у тебя будет. Ну, понимаешь, нет, для того, чтобы обратить одного человека быть настоящим миссионером, нужно иметь тысячи талантов. Тысячи. А сегодня он самый бесталантный. Но лишь бы он только пес рвался защитить патриархийных, там, не давал на епископа слова сказать. А епископ его гнобит. То есть, он давным-давно образ человеческий потерял. Я их знаю. Вчера разговаривали нормально, а сегодня подыскиваются под всякую мелочь везде. И я понял, что это их оплот гибели. То есть, это щит миссионерские отделы, которые не дадут покаяться и живьем в ад все сойдут. Вот мое мнение такое. Это самое опасное. Стращение с государством. И это стращение идет через миссионерское. Они нигде с обличителем словом патриарха не выступят. Архиереи не выступят. А им зарплату дают. Им золотишко откидывают. А если он добровольно делает, то разницы никакого нет. Море и сушу опоят. Ну и кем делают? Сынам гиены. И вдвое худшим, чем они. Вот, которые подписали эту декларацию Сергея. Это Сергея-то. А эти еще хуже в них вдвое. И не может быть другого. Ждать просто не приходится. Но твое дело сказать. Это интересно. Они нападают. А у меня на душе такое ликование. Господи, а за что мне такое ты даешь? Я им ответил все. Слова, конечно, такие для них грозные. А он сказал то, другое. Сказал. Ласковые слова Серапимова на вас не действуют. Господь посылает другое. И вас будут гвоздать. А почему вы не приятнитесь к невзорам? И какими словами сказал? Да я 10-й, может, доле не сказал. Или 5-й, что протопопа вакуумом сказал. Ее в житте самим написанное. Не говорите. Чего вы затрепетали? Ну не так. Меня обвиняют в чем-то. Я обернусь. Обо мне ли речь идет. Не ко мне. Ну называй что-то там. Такое, что я сказал. Я тебе поясню. Это не я. Вы не обо мне говорите. Мое это. Вот он я. Вот они лежат к ним. Вот я перед вами. Вот один пишет. А Игнатий это. У него спина. А не гнется. Это означает, он нигде каяться не может. Вот я встал перед иконой. Могу я кланяться или нет? Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй меня грешеным. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе. Могу ли я не кланяться? Когда у меня каждый день минимум тысяча поклонов. Но уже однажды он сказал. Он не может от этого вырваться. Ну ты же видишь, что я кланяюсь. Налево, направо. Назад, наперед. Вот как угодно. Земной поклон могу сделать. Смотри. Все. Поднимайте. Разогнуться в сапогах-то трудновато. Ну и что сегодня я поделся как по-праздничному. Спина не гнется. И отсюда вывод. Значит он непокоривый. Да кто же так решал-то? Да Господь наоборот к убогим особенно расположен. И умудряет слепцов. А он не слышит. Значит он как аспит глухой. То есть это миссионеры. То есть большего поражения патриархии никто не несет как они. Да я сижу вот рядом, я все слышу. У меня шепотная речь. Где я был бы ты вообще головы не сносил. Как там было, что делали. Где меня держали, где меня морозили. Благословен Господь. Как еще спина должна кланяться. Рядом со мной, молодые так не кланялись. Действительно я много носил. Три грыжи. Я всю жизнь на стройке. Там раздавило. Представь, девчонка на ее тонну положить. Что она будет делать? Ну что с нее? Она раздавит как Артемий. Все святые Артемии. На него камень намалили. У него все внутренности, глаза все вывалились. А он встал и еще ходил. Я не мог кланяться после операции. Не мог. Но я давил и давил. И наконец все есть. Отсюда здесь я был мертв. Я жил. Пропадал и нашелся. И при том по сегодняшний день. Один раз брякнули. А Игнатьевич все равно убьют. И почему убьют? Откуда ты знаешь, что убьют? Откуда? Тебе откровение было? Да нет. А почему? А я знаю. Потому что ты один из киллеров. Тебе уже дьявол-то это откроет. Да на меня сколько покушений было. И чем? Ничего нет. Делается друзьями. Видели, как кается. Даже на этом месте сидела. Ее нет. Татьяна Новикова. Какие показания давали? Так а сколько это было? Где я прошел? Ты из вас ни один не был. И Бог сохранил. Я прошел как по воздуху. Я не к тому, что хороший и плохой. Что благодать со мной. Благодать. Во всех местах. Они были. Ни одного обращенного. Вернулся даже Глеб Якунин. Это герой веры. Семь лет. Ни одного человека. Я с другими говорил. Вообще никого нет нигде. Мне Бог дал свободу. И в этой свободе люди находили Христа. Я только захожу. А вы не Бог в камеру. Нет. А у меня сон был. Я сегодня сказал. Сказано было, что Бог придет нам в камеру. Я говорю о Боге. Говорю ему. Евангелие уже через пять минут верующие. Вот мне какую власть Бог дал. Я не миссионер. Лжи миссионер. Так. Лжи миссионер. Согласитесь. Не успокойтесь. По-вашему миссионер только тот, кто защищать грех умеет. А я не умею этого делать. А какой грех защищать? Структуру патриархии. А у вас нет теперь благодати. Епископа нет. Ну и кому он подстраивает. Кто самочинное сборище устраивает? А мы ничего не устраивали. А раскол мы не делали. Это топор раскол делал. Мы как чурки сидим. На одном месте. Виноват на тот, кто бросил, видит волка приходящего. А овцы-то при чем тут? Он бросил и убежал. А я куда убежал? Никуда. Наоборот, это героический поступок. Они нас не могут к себе затащить, чтобы уничтожить. Мы не можем туда пойти. Там смерть, мы же это видим. Там смертоносный запах. А людей направляем туда, для того, чтобы могли трудиться и поднять патриархию, которую я признаю благодатную. Вопреки всем слухам того, что вижу. Даже вот этот, который у вас там был, Игорь Чернодар, Спиридон что ли теперь? Его за то, что он делает в храм, не надо пускать. А его, ну он малограмотный, совсем малограмотный. Его теперь еромонах. Понимаете? Еромонах. А любой еромонах, это кандидат в епископы. Так не 1600-1800. 16000 будет на этот ролик. Люди видят. И название вполне подходящее. Подлинный лик московской патриархии. И туда зовут, когда даже в храм не пускают. Ну допустим, сегодня заявление писали все, кто уходил из патриархии. А мы-то там не были, которые пришли. Мы общину образовали уже под егидой зарубежной церкви. Но вас не надо вам заявление писать. Они нам говорят. Ну и не надо, не надо. Да мы туда и не идем. А указ издал на вас? Ну указ дал, не знаю, что мы не его. Как он может издавать указ на меня? Ну издать сейчас на Чечню указ. На мусульман. Ты можешь на Папу Римского издавать указ. Я тебе не подчиняюсь. Какие мне указы? Так. Вы слышали про Рамзана Кадырова? Насколько это достоверно? Мы каждый день молимся о нем. Я лично думаю так, что изменения будут очень быстрые без него. Он является сегодня сдерживающим замком для больших-больших событий. Сирии переместится в Чечню. Тут будет столько людей оттуда бежать. Все, которые его поддерживают, голосовали, все под нож пойдут. То есть там 9 десятых будет вырезано. Поэтому молитесь за него. Мы каждый день молимся. Молимся, чтобы Господь дал истинную веру ему, чтобы он уверовал во Христа и прочее. Восьмой стих, да? Можно еще сюда добавить? Да. Немножко. Я вот после этих событий, встречи нашего патриарха и Папримского, слышала, я слышала только, я их не видела, потому что я через телефон слушала, Ольга Николаевна Четверикова с кем-то вела беседу, мужской голос, потому что там кто он, не знаю. Но она, я поняла, что она занимается католицизмом, и она преподает, она профессор. В Московском университете. Да, что она где-то это. И когда речь шла по этой встрече, и коснулась, естественно, православия, раз с православным патриархом-то встречались. И вот этот ее собеседник говорит, что получилось так, что в православии больше решает... А, православие устроено по опыту государственной структуры. И сами-то вот первичное звено, вот это вот первое, это верующие, они никакого отношения не имеют вообще вот к какому-то управлению, или там к этим, ну как, к православным каким-то делам, а только слушают то, что им скажут. И получилось и так, что православие не имеет... Ой, как там... Как бы народ, что ли, не участвует в этом. Да, что он не участвует в этом. Это все Чаплин сказал, когда вышел оттуда, это все написано. И вот я слушала, тоже Чаплина слушала, и я смотрю, вообще-то об этом заговорили. Сколько там этих причиндалов, которые обслуживают что-то там, не верят. Любая бабка может прийти и им пренебрегать и говорить, если она там имеет какой-то вес. Он это все открыл, не надо даже время тратить на это, что они не знают Бога. А по Писанию ни слова нет, а здесь непрерывно слово, оживотворенно, они этого совершенно не знают. И спрашивать нечего по этой структуре. Так они ее породили, а не другой-то и не состроили. И все, говорит, в церкви православной все идет по церковному, чинно, красиво, важно, но не по Евангелию. Не по Евангелию, правильно. Но так и никто ее не спрашивает. А когда своими словами, так сразу запрещают, а вы что-то придумали-то, своими словами молись. Да кто когда молился-то? Все хорошо, все точно, но не по словам. А что, говорит, открывай свои желания перед Богом, это даже никакой роли не играет. Там интересно. Мы должны это знать и другим людям говорить. В нашем миссии это в чем-то заключается. Православные люди, добродетельные, хорошие, Евангелие не знают. Их надо к этому приводить. Благодаря вот тому, что делает сегодня миссионер, многие-многие уйдут из православия еще. Они смотрят на них, как на лютых волков. Это слово лютое. И когда я им говорю слово лютое, опять повторяю, лютой ненависти ненавидят они меня. Люто. Потому что я показываю, это совсем не то. Сколько лет вы работаете, вы не знаете Бога. Как надо обращаться с людьми. Тысячи талантов, чтобы обратить. А чтобы готовы похрестить, не мочить по-нормальному. Не нужно ни одного таланта златоузга. Достаточно быть священником, чтобы... Они и крестить не хотят, не могут. Это разрушители православия все. Восьмой стих. Восьмой стих. Руки-то смотри, кто показывает. К этому месту у Филакта Болгарского тоже. Христос, говорит, мертвых воскрешал, а этих фарисеев обратить не смог. Намного больше нужно талантов, чтобы обратить, чем воскресить даже. Ты гляди, надо подпалить. Восьмой стих. Читай, братья. Я вот для чего поднял. Читай, читай. Восьмой стих. Ибо благодатью вы спасены через веру и сиение от вас. Божий дар. Толкование. Сказав о том, что касается Бога, именно, что мы спасены благодатью, Присовокупляет и то, что принадлежит нам через веру, чтобы не нарушить свободы воли. Снова как бы уничтожает это, говоря, что и вера не от нас, потому что если бы он не пришел, если бы не призвал, мы бы и не последовали бы. Как веровать, говорит, в того, о ком не слышали. Римлянам 10.14. Так что и вера дар Божий. Или иначе. Не вера называет даром Божиим, а спасение через веру. Вот что есть дар Божий. Ибо пусть вера и наша, но как бы она одна могла спасти, если бы Бог не благоволил принимать нас ради ее, чтобы не совсем быть нам безучастными в деле нашего спасения, но являться приносящими нечто и от себя. Я не согласен с этим? Вера не дар неба. Откуда? Вера, ты не будешь, а с этой неизбором. Кого предотбрал, тех определил. Вера – это великий дар неба. А дальше дар продолжается в том, что он воплощается в жизнь. Я наоборот, понятно, что все дар. Благодать обращаюсь, это вопреки того, что есть. То есть он другой смысл закладывает здесь. Он, может, правильно говорит, что это не тот дар, который спасает. Вера мертва бывает, а именно спасение, когда ты спуск исполняешь. Вот так надо добавить. Говорят, что вера не от нас, потому что если бы он не пришел, если бы не призвал, мы бы не последовали бы. Вера – это дар, понимаете? То есть и дар, и вера, и дар спасения. Дальше благодать по ступеням идет. Ибо вы спасены через веру, и сиение от вас – Божий дар. То есть все – и вера, и спасение. И вера, и спасение во Христе Голгофа. Вы всегда повторяете это – Голгофа и кровь Христа. Незоразрывно, православная, вообще не знаю, чаша, батюшка и дальше все. За то, что человек не причащается, ну, как они поняли, там, чаще раз в месяц, и отлучать. Нет этого. За всю историю мировую никого не отлучили. А канон там, как бы, говорит об этом. Хотя совсем не об этом. О готовности. Я не готов. А дальше уже начинает по дыскам. Селом затаскивает. При счастье никогда не кинуло церковь, а наоборот только отталкивало. Всегда, все до одного канона говорят. Все извращено вот так вот. Ко мне подходит человек один и говорит. Даже вот, ну, совсем маленький ребенок. Как только причаститься, визжать аж начинает. А что это означает? Непонятно же, что что-то не готовое. Маленький ребенок тоже может делаться вместилищем. Ребенку демонов. Ребенку не полных 6 лет, и отец его держат на руках. А ребенок матерился ужасно. А матерятся дети страшно как, в детском садике еще. И кричит, они меня тянут к себе, отец-то никого не видит. И, наконец, он только вскрикнул, и душа вылетела. Шестилетний ребенок. Куда он пошел? Вот так. Так что вопрос очень-очень серьезный. Ты должен иметь жизнь. Жизнь дарует Христос. Это как домар. Новая кровь тебя обновляет, ты оживляешь. А на сколько она может быть? Ну, я точно не знаю, но примера на 47 лет хватает. Одного причастия. На 47 лет. Мария Анатольевна, идите. Человек услышал о Боге, не поверил. Кто виноват? Бог или человек? Написано, Боже да. Но он действительно, вот говоришь, а он не верит, и все. И вот хоть кол на голове тиши, есть такая пословица. А ты знаешь, чтобы тебе не во вред было где-то, ты спроси, там у тебя, кто там с именами учится. Скажите, а вот баптисты, когда были пьяницы, наркоманы, и он обратился, это от Бога или не от Бога? Обратился. И вот он, вот он сейчас, это патриарх говорит, папа, и патриарх подписался под этим. Вот такой-то, такой-то. И он приехал в Индию, и 20 лет работает с прокаженными, лепра. И он едет, у него один сын 10 лет, а другому 5, и в машине живем сожлебу их. Он в Индию, зачем он приехал, что-то такими талантами все оставил. Но он не православный, и не католик. Так это мученик или не мученик? Теперь Киприан Акарпагенский. Если вне церкви, то мученическая кровь ни при чем. Но это Киприан сказал. Ну а как Бог-то поступит? Киприан не спасает. Спасает Бог. Зачем он оставил, приехал? 20 лет он работал, не поколдая рук. И он погиб сыновьями, сожли в машине. Вот только. И что теперь? Так что, а как же Баптист уверовал? Дух Святой. Да как тогда церковь? Не церковь. Это вне церкви. Им надо принять священство, епископат. От апостольских времен. А это дело Дух Святой, но они на первой ступеньке засохли. Они обратились, уверовали. Дальше идти надо, дальше надо идти. И вторая ступень, это принятие церкви. Они на нее никак не сходят. Где двое или трое? Ну это да, двое или трое собрались. Не собрались, а собраны Духом Святым. А без священства нет спасения. Нет спасения. Вот здесь самым правильным путем пошли старобрядцы. Белокринское согласие, которое австрийский называется. Они принимали беглых попов. И что интересно, который из патриархии прибегал к ним, принимал старобрядчество. Ему не надо ничего было, только раскаясь в этой ереси, не коньянской. Но он умирал, дальше он ни в кого не мог поставить. Появлялись разные лжи в архиепископе, Аркадии, из страны Беловодия. Их разбирали, ничего нет, обман. И они тогда двое, Олимпий и Павел, поехали по всему миру. И наконец нашли на покое митрополит боснийский грек на покое. И от него приняли рукоположение двое. А когда вернулись уже два епископа, начали от других и попрятали там где. И вот у них идет эта иерархия. Там 150 лет. Это самый правильный выход. Самый правильный, какой возможен. Ответ на ваш вопрос, я не могу вспомнить местописание. Переходите из веры в веру. То есть вера, она не просто одна. Вот я провокационный вопрос задал, кто виноват. На самом деле Бог дает уже человеку маленькую веру, а он ее отвергает. Мне это не надо. Я общался с человеком одним, мне близким. И я ему читал Евангелие Теана. Но когда так получилось, что читал, видимо, проникновенно, он говорит, слушай, вот ты читаешь, вот как будто я так и есть. Вот я верю, что все, как ты читаешь, так и написано. Я говорю, ну я не знаю, это, наверное, действие Божие, что я читаю. Он говорит, ну я вот не могу не сомневаться. Но этот человек так и остался неверующим. То есть Господь его какой-то коснулся в этот момент. Но он все равно веры немножко дал, а он это отверг. Все, он не перешел из веры в веру. То есть он остался на той стадии. Так же баптисты или кто-то. А где Людмила Степановна? Она у Кали. Кали уехала. Кали в больницу уехала. Вот она говорит, через которую Юру пришла на занятия. И недавно она похоронила. И он ее привел, а сам ушел. Не уверовал. Но перед смертью все-таки пришел, и ей пришлось там уже ущерб. Кстати, она рассказывает о нем. Кого номер? Умер ее Юра, который привел в университет. Вот Канил, который помнишь, все время с усами рыжий. Да я уже жив был вроде неделю назад. Но она рассказывала про это же. Как он говорил-то? Ну он не умер, он еще жив, но в очень тяжелом состоянии. Он не умер. Он ожил, после крещения он ожил. Ну не расслышал ее. Я думал, он на небе, он еще на земле. Но он в очень плохом состоянии. И в духовном состоянии. И в духовном состоянии. Да, и в тяжелом. Никита, нехай живи. Ну, готовь. Вот вера дар Божий, но нужна свободная воля человека, его расположение, чтобы мы от себя что-то приносили. Вера узнал, что Бог есть. Что Бог есть, это вся природа кричит. Само по себе не могло возникнуть. Ни одна бошка-бложка не могла. Посмотри на пальчики. Вот я детям задал вопрос. Скажите, для чего ногти? Как они мне отвечали? Ну, некоторые узнают, чтобы больнее было по лбу щелкнуть другого. А вот эта ладошка, вот так-то никак. А еще для чего? Еще для чего? В шею давить? Правильно. Еще для чего? Отчеркнуть, что когда карандаша нет, линейку поставил, проверли. Не прорезал, ничего. Ноготь. А еще для чего? Когда моешь золото, отбиваешь лодком. Если ногтей нету, то стешишь пальцы. Понятно. Это только ноготь. Один ноготь мертвый. Так а еще для чего? Занозу вытащить. А? Занозу вытащить. Занозу вытащить. Это очень важно, когда вон она показывает. Ну, в носу-то можно и поковырять. Ноготь это вообще универсальный инструмент. Некоторые говорят, можно и занозу, и даже открывать некоторые ногтями вместо отвертки используют. Кто знает ящерицу, которая может бегать по стеклянному, отшлифованному потолку? Ящерица бегает и не падает по потолку, как по полу. Какая? Какое-то название у ней. Ему гиплом? А, да. Никита столько знает, но в жизни совершенно не приспособлен. Похудно сказать. У меня в камере сидели один директор рыбокомбината, Север Владимир Мамонтовский, главный рыбак. Там все космонавты, все у него побывали. А другой, вот эта, вторая группа космонавтов, которые... Вот такие знания, его не возьмешь. Но совершенно не способен в жизни. Лежит тот работяга. Матрас распорол, вытряхнул его, потрушил, сделал ровно из ничего. Оторвал как-то ручку у тазика, который дают помыться раз в неделю-то. Это надо оторвать, знаете, как это? Север-то. А теперь ручка-то за что? Ручка-то втрое сложенная жесть, которая есть. Она толстая. И вот они теперь эту жесть оторвали. А жесть надо распрямить, из нее нож сделать. А чайный большой, толстый такой. Они воды набрали, обернули его. Его никак нельзя. Только надо ложить, тут туалет бетонный. Вот так вот положить, вот это согнуть, это который-то. И бить. И вот они ждут, когда выдают кашу по камерам. Три камеры остается, а тут уже совпадает синхронно. А один дубак, который здесь оставлен при тюрьме, наливает по списку, сколько чашек дать. А дубачка эта, охранница, рядом стоит, смотрит. А эти стоят у меня, Север и Лозин. И как только уже три камеры остается, то каша-то такая, какая каша будет, если гороховая там уйдет. А если она овсяная, ее надо выдалбить. И он пока об чашку-то бьет, им нужно совпасть, чтобы ударить, распрямить. Но ударят сильно, и тут так затихло, то есть вы слышали. Они стоят. Опять. Кого-то, когда чашку ударил, следующий, они уже больше рассчитали. Это должно быть через 7 секунд. Он опять одновременно ударил, но распрямили. Это Север все делает. Двоем, двое. Такие люди высокие, это распрямили. Теперь надо разрезать. Ну тут разрезали они, знают как. Теперь из них нож надо сделать. Наточить, ручку сделать. Ручку такую сделает, а в магазине такой нет. Сделали. А еще масло прислали на кусочек размазать. И вот он сидит, в такой удовольствии у директора сидит, ноги положил. Вот так вот я гляжу, он кусочек размазывает. А масло-то водянисто. Плащет масло. Воды-то много в нем. И вдруг окошко открылось. Север, а ну-ка ножик подай. Вот, сволочь, увидал. Ну как ты? Нож он делал, его неделю целую. И не спрятать даже неделю. Нож-то даже в тайничке не побывал ни разу-то. Ему надо отдать нож. Отдай, ты сейчас камеру откроем и в ШИЗО. Отдал нож. А это там будет хвалиться. Я нож-то какой отдал. И теперь, теперь, от этого перехода было втрое, теперь еще два ножа буду делать. И вот это сапоги, чтобы гнулись, а там железный ступинатор называется. И когда тебе сапоги приносят, там свой сапожник отрывает подошву, вытаскивает железку, а тебе уже так привьет и обратно отдаст. Из ступинатора кинжалы хорошие получаются. Вот думаешь, какая у человека забота. А если о Боге? А кто лучше слушает? Да оба никакие они. Ни тот, ни другой. Вот я молюсь, кланяюсь. А воскресенье-то он не на суде. Этот, сроду такого дурака не видал. Это целый день кланяется, как лошадь от полуток головой мотает, стоит. Владимир Рападович, ну потерпите меня. Ну как-то же надо жить. Обычно, когда человек чем-то не угоден, его бьют, он тогда колотится в ворота, в дверь, называется, выловился. А о нем везде скажут, его там тоже будут бить. А я молюсь, и он еще не выдержал, как давай писать заявление, уберите меня из этой камеры, я уже с ума схожу от этого лапки. Ломится от меня, от молитв. А когда он один сидел в камере, меня посадили, и когда поднимается, все говорят, тебе теперь небось хорошо с ним. Хорошо, я почти с ума схожу. Он молчит, только молится и молится. А потом, потом начал слушать. И умер по-христиански. Ярый был коммунист против. Это жена рассказывает. Нина Ивановна, мы к ней ездили, Володя, помнишь? Там она ему иконки принесла, все. Ну то есть, что можно было, говорит. Считай. Интересно? Есть, есть. Доскатый. Девятый стих. 15 минут. И не от дел, чтобы никто не хвалился. Толкование. Это не значит, чтобы Бог отверг нас, отверг нас, имеющих дела. Но то, что и тех, которые погибли бы с делами, спас благодатью. Так что после этого никто не имеет права хвалиться. Ибо слово, чтобы, выражает не причину, а последствия дела. Конец толкования. Все, Божье. Сегодня вот Игорь, который проповедь читал, это блудный сын-то, ведь не Бог от него отступился-то, а он почему туда ушел-то, это, со свиньями-то есть эти, да потому что он отступился от Бога. Он отставил, и поэтому Бог отошел от него, а ты поступай, как ты хотел. Вот он и ушел. Хилина? Нет, нет. Нет. Я положу туда. А кому она передала? Нам читать. Ну возьмете, зону принесет. А как написано, как написано, вера без дела Яхва? Она чистая, не запачка. Конечно. И это тоже не запачка. Как Яков говорит, я покажу тебе дела мои, вот я сейчас не буквально цитирую, а ты мне покажи веру. Это Яков говорит. Покажите веру вашему. Я не цитирую, не точно. Я покажу из дел моих. Так показать надо обязательно, но ты не хвалишь, что делами спасаешься. Дела не спасают, а спасает вера. А в вере ты должен показать, что вера у тебя живая, а живая вера, когда причащаешься, это дела у тебя живые, ты всегда радуешься. Радуешься. А которые часто причащаются, у них радости я никогда не видел еще. Сумбрышка такая. Что с ними делается? Радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. Христу радуйтесь, а не то, что рот раскрыл, зафиксировали, в рот положили. Иоанн. Тут вопрос просто поднимается. Делами мы спасаемся или верой? Вот защитники делами, это Иакова послание рассматривает. Кто говорит верой, тот послание к римлянам. Вера, там может живая и мертвая. Лубами, да. Вера-то. Нам, ну, вера живая спасает, вера. А живость веры подтверждается, вера без дела мертва, она бесовская. Ты думаешь верить? Это бесы веруют и трепещут. То есть, мертвая вера, это факт. Я верю и ничего не делаю. Живая вера, я верю и делаю. И делать против даже, но верят. Вера-то, как бесы. Я хотел сказать как раз о миссионерстве. Хотел я сказать. Вот дела. Какие могут быть дела вообще в православии? Я хотел сначала вопрос задать, но потом думаю, ну, буду сами отвечать. Дела, главные дела, какой? Христос говорит, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. О крещении говорить не будем. Это все дело служителей, господних, священников. Пускай они этим занимаются. А как всех научить? Это уже невозможно. Священникам просто некогда будет, о чем сейчас и речь идет. И поэтому нужны миссионеры. Апостолы были больше по преимуществу миссионеры. Об этом читаем в Житиях Святых. Об этом апостол Павел говорит во всех посланиях. И дальше продолжение должно было бы так и идти. Смотрим, правильно сделали, что Иоанна Златоуста поставили метрополитом, будем говорить, и даже патриархом, получается по тем временам. Ну, конечно, правильно. Сколько проповедей выдал этот сладчайший духовный муж. О чем говорить? Мы сейчас на нем основываемся. Блаженный Феофилак на нем все основывает. И теперь дальше нужно было, дальше нужно было распространять это миссионерство. И вот в последнее время начали говорить о миссионерстве. Миссионерство, миссионерство. Там начинают в Горный Алтай засылать. Но миссионерство все остановилось. Оно и даже не пришло к тому, к своему названию, значению, которое должно было иметь. Миссионеры – это труженики, труженики в духовном делании. Это люди, молодые там, или они старые, любые, среднего возраста. Они должны быть благочестивые, искренне верующие в Иисуса Христа, а хорошо знающие Слово Божье, песнопения духовные, различные знающие, и которые могут идти и сказать людям в любом месте, в Горном Алтае, в Равнинном Алтае, и не в Алтае, хоть где, во всей Вселенной. И ничего у них не получилось. У них это сборище, даже не болтологов. Были бы болтологи, тоже, может быть, что-то еще можно. Но они даже там не разговаривают. Если они учат песнопение, они загнали этих бедных девчонок. Они девчонки, они мне напоминают, знаете, как стадо коров есть, которых кусают эти оводы. Они мечутся туда-сюда по полю, но они коровы, да, они молока могут дать. Ну, смотря как жить, или в Нормандии жить, вот на таких лужках зелененьких, альпийских пастись, или у нас здесь, в Засранной Сибири, половину своего времени проводят по колено в говне. Поэтому, вот они, нужно учить живому, Слову Божьему, чтобы действительно хотелось трудиться. Вот почему люди идут трудиться, хоть где, военные там люди, там на стройках, люди там на компьютерах, им нравятся, потому что людям, и есть таланты. У них же, в этом, вот, 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 у них, я имею ввиду, в церковной, вот это вот сейчас, в церковной когорте, у них нету любви к духовному деланию, потому что его нету духовного делания. Они занимаются, чем попало, только не миссионистом искренним. И нету ни одного таланта. Как не посмотришь, один талант на разрушение. Увидели, что, и как, ну, не по их, и сразу, как овчарки, как будто фашисты спустили на бедного, бегущего, этого, из концлагеря, военнопленного. А эти военнопленные мы практически всегда. Других не знаю, я просто. Другие боятся все. Говорите все, я вам так сказал. Игорь, правильно сказал, того нету, другого нету, третьего нету. А самая главная та мысль какая? Да хоть что-то делай, если нету рождения свыше, и не будет водимости Духом Святым. Вот, вот это вот, Евангелие, это Анна, третья глава, пятый стих, вот он должен здесь, работать. Ну вот это вот, начало третьей главы, оно обязательно должно работать. Обязательно. Без этого, как бы ты ни делал, что бы ты ни делал, оно обречено уже на провал. Оно обречено. А рождение свыше, оно очень крепко связано с правильным крещением. Вы вспомните, как, простите, как я, у меня рвет просто. Как мы пришли в епархию, когда, на встречу с Максимом, что нас будут снимать и так далее. Ну вы прости, это уши зажми кирпичами, чтобы не пробило кирпичами. И как нам, нас привели, куда вы думаете, куда? В миссионерский отдел. И что нам показывали? Из сундуков, сундуки, сделанные из икон. Зачем мне эти сундуки из икон? Вы покажите живые души. Так, 10 стихом. 10 стихом в контексте 9 хорошо прорассуждать. Давайте закончим. Какой ветер? 10 стихом надо прочесть. Не я не, не что это? Помните, как я, она 2 глава 10. Нет, не были. Ибо мы, его творение, созданное во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Толкование читать. Толкование. Чтобы ты услышал, что не делами оправданы, не стал беспечным по отношению к делам. Он говорит, что теперь после веры нужны дела, ибо ты создан во Христе Иисусе и стал новой тварью после того, как умер в тебе в крещении ветхий человек. Как вначале ты призван был от небытия к бытию, так и теперь призван в благо бытию. Вначале это творение. Ты создан не для того, чтобы быть беденем, бездеятельным, но с тем, чтобы делать и ходить в добрых делах, то есть весь путь жизни совершать в них. Не два или три года, а весь путь твоей жизни, ибо на это указывает Он словом исполнять. Ибо Бог предназначил к всему. Поэтому нельзя уклоняться от этого определенного Богом дела. На добрые дела. Не на одно дело, а на все дела. Ибо если будет недостаток в одном, нарушается добродетель. А Григорий Богослов выражает выражение, созданное на добрые дела, понимал не в смысле создания крещений, но относил к первому творению. Как раз мы об этом и говорили, что дай Боже не от дел, чтобы никто не хвалился. А при этом мы что, не должны их делать? Нет, мы должны их делать, но как написано, как Христос сказал, когда вы все сделаете, повеленное вам, скажите, мы рабы, ничего не стоящие, ибо сделали то, что должны были сделать. Если ты не делаешь, это уже грех для тебя. То есть ты верующий, ты должен делать. То есть все. А я не буду делать, потому что я не от дел же спасаюсь. Я же не от дел. Нет, ты должен делать, но на дела не должен надеяться, потому что написано, не от дел, чтобы никто не хвалился. То есть хвалиться делами не Божьим. Но делать должен. И еще Давид говорит, не нам, не нам, но имени твоему дай славу. И все-таки еще раз хочу прийти к общему знаменателю. Дело все в том, что мы сейчас разговариваем, вот это вот, мы беседуем, мы рака за камень заводим, понимаете, опять же. Ну сколько тут нас сидит, из нас. Я сегодня посчитал, у нас 20 братьев. Из них сколько на благовестие пойдет, чтобы защитить сестер? Из сестер-то на благовестие уже нету. Никого. Нету никого. И вот, вот они братья у нас, они у нас братья. Знаете, кого мне напоминают? Ну кто мифы? Мифы читал, а Геракль и так далее. И Геракль попал в Аид. Знаете такое? Он спустился в лад, собака, языческая, и вышел оттуда. Вот святой был Геракль первый. И он там увидел, и вдруг на него наплывают тени какие-то. И он сначала испугался, такой вздрогнул, ну на битву приготовился, смотрит, а это же его друзья. И они, и он смотрит на них, и смотрит, у них какие лица сумрачные, и все печальные такие. И он смотрит, они, и вот так вот они идут, оказывается, и они идут, и вот хорошо в фильме показано, они как будто в воде, знаете, как водолаз пробирается, и вот они вот такие идут, серые все, не знаю, чем заняться. Ну и правильно, не знаю, чем заняться. Это же ад. И вот такой ад показывают язычники. Я хочу сказать, братья наши сами себе устраивают ад здесь на земле. Прошли терыми сенями, поклонились, огляделись, как туман. И нету никого. Где все эти братья? 20 гигантов, великанов, легионеров. Никого нету. А все должны идти в миссионисты. У нас радость должна быть. Аж должны, вот это вот здание должно подпрыгивать все. Вот такое должно быть пламя. Сели все, все рассосались. Слово сказать, слово сказать, хоп, как грибки. Есть такие танки, они вот так опускаются. Опустились. Хоп рассказал туда. Ага, приподнялись. Опять раз опустились. Опять ага. У меня вот так вот собачка. Скажешь на нее что-нибудь? Она раз вот так выглянет, один глаз. И смотрит на тебя. Только ты что-то радостно. Она выскочила, такая, только что появился. Опять раз убежала, и один глаз такая. Это братья? Это мужики? Это православные воины, что ли? Которым шестая эфесянам написано. Возьмите мечи там и щиты. Повесь на него этот щит. Глядишь, что кувыркнулся, только пятки сверкнули. А почему? У нас у самих-то этого нету. А что там говорить о какой-то московской патриархии, о зарубежной церкви? Там они в Америке в жру катаются. Здесь еще поэтому в жру не докатились, потому что одни ребра российские торчат. Нету никакого делания, Игорь, нету. Нету никакого. И ты мне рассказывал там о молодежи какой-то православной. Нету никакой. А если есть это молодежь, они занимаются, как вчера перечисляли у брата, у вас там идет философия. Вот они философией и занимаются. Больше нечем, потому что. А философия это болтология настоящая. Это мифы одни. Тени. А вот так выйти просто и вот с этим Евангелем пойти, раздать и каждому человеку прочитать прям, если на то пошло. Нету никого. Никто не верит. Игорь, мне одна скинула Юля. Какая Юля, еще пока не знаю. И вот смотрю, говорят, братья, раздают Евангелие. И люди не хотят брать. Так печально. И кладут, говорят, сумку хозяйства. Ну вот кто-то принял. Я дома одна, я лихую, говорят, радости конца нету. Кто-то взял, прочитает. Так что вы проходите, вы не знаете, сколько радости и печали еще приносится за этим. Слава тебе Господи. Так что, знаете, вы уже заранее разделяете людей через эту книгу Евангелие. Да. Вот так. И самое главное, радость в чем? То, что Евангелие заканчивается, когда мы, ну сколько там, три-четыре пачки раздали по двадцать штук. Я говорю, братья, а там еще Евангелие есть там, где мы берем? А у них, знаете, как у еврея, где, говорит, деньги взял? Да, в тумбочке. А в тумбочке откуда? Да, жена положила. А жена откуда взяла? Из тумбочки. Так и у нас Евангелие. Вот где взяли? В тамбуре. Еще откуда-то, раз опять. И Евангелие берутся, и берутся. Господь как нам. То брат откуда-то привезет, то еще братья откуда-то. И Евангелие постоянно есть. И мы можем идти, и людям давать целое Евангелие. Не одно, а четыре. Да где такое видно? было. Я вспоминаю, 89-й год, когда Библию купил за 25 рублей вот такую вот на папиросной бумаге. 25 рублей тогда, кстати, это было четверть зарплаты месячной. Все, одна минута. Время благодатное раздавать, да, действительно. Сейчас завали Евангелиями. Я вспомню просто в Горналтайске был на службе патриарха. Как-то удалось, там кордоны, защита прям слой за слоем, прям там охрана, прям на охране. А меня там один батюшка благословил и гигает, раздавай Евангелие. Ну, не было их там. Я вот сколько успел привезти, там у меня четыре пачки было. Я даже не ожидал, что разрешат. Одел красную футболку, мне поставили, дали там послушание, стоять. Да, это же как раз и вот было, и патриарха. Да. И я вот с такой пачкой иду, там всех проверяют, эти металлоискательные, я вот так иду с этими Евангелиями. Зашел и пошел. И вот как раз, я говорю, служба идет, а все люди подходят, там было одно дело, там воду раздавали после причастия, там много. А я тут стою, мне сказали бабушек охранять, потому что там братьев набрали, а я регулярно ходил в храм. там вот ты будешь, ты, вот на меня, все. И ты еще будешь раздавать, ты же любишь это, я там показал, что вот видите, патриарши, ну по благословению патриарха, издательский отдел и так далее. И вот 80 штук разошлось, все люди. Я даже боялся, что на меня камеру направят, потому что там служба идет, а тут люди скопились, так как-то все бойко пошло. Я даже так думаю, надо же сейчас. Ну хорошо, они кончились по-быстренькому, а то вы тут люди как это. У нас люди на какие-то торжества очень любят разбирать. Евангелие. А вот так вот просто пойди в будний день очень сложно, очень. Какие-то праздничные люди. Все уже, все, да. Вся, у нас 2-11 закончили. В 10-м закончили. В 10-м закончили. Просто и всякого истину благородицу, 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 пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения с Ерафин, без искрения Бога Слово родшую, сущую Богородицу обещаем. Никита, молись. Молись. Двое утро посчитали. Считай своими словами. Господи, благодарю Тебя за этот день, за эти занятия. Ты даровал нам общение, духовные откровения. Сделай нам желание благовествовать Евангелие Твое, Святое. Насколько нас есть сил. Помоги нам в этом. И в этот день нас благослови, если будет возможность. Расположи сердца людей и нам даруй смелости и просвяти наш разум словами Священного Писания, чтобы могли люди услышать живое Слово Живого Бога. Тебе слава веки веков. Аминь. Господи, прими нашу молитву воздеяния рук как жертву вечерней и благоухание приятное перед престолом благодати Твоей, Владыка. Боже всемогущий, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши, исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Господи, прими нашу молитву о всех, западавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Вразуми правителя, доведи страх Твоего на них, дабы мудро управляли народом Твоим, сохрани их от покушения на них. Патриарху, епископам, священникам пастве, даруй духовное рождение свыше. И доведи всех до желаемой пристани, до царствия Твоего и веди в него навеки. Тебе, Господи, слава, Тебе хвала, Тебе счастье и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Говори, Господи, Владыка, слушает и слышит раб Твой. Слава Тебе во веки, Христе Божий, наше, Аллибоя. Аминь. Аминь. Спасибо, Господи. Слава и Сухи. Христе Кистос. Закрывайте.